В то время как простым россиянам все больше приходится экономить даже на еде, режим ежедневно спускает на войну 300 миллионов долларов. Что входит в эту сумму? Сколько вообще Путин уже потратил на агрессию против Украины? И неужели все эти миллиарды не на что было потратить внутри страны? Считаем. Владимир Путин и его соратники были уверены, что за несколько дней смогут захватить едва ли не весь левый берег Украины. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4. Бровь поднимем и Украина поймет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев. И Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. А потом падение города. Но украинская армия и ее народ стали костью в горле кремлевской элиты. Полномасштабная война России против Украины идет уже 18 месяцев. Украина дала очень жесткий отпор российским оккупантам и Россия вынуждена теперь иметь очень серьезные последствия от этой войны не только в контексте утрат людей на поле боя, но и в финансовом плане. За это время Россия потратила на боевые действия почти 170 миллиардов долларов. Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, больше всего правительство Российской Федерации потратило на обеспечение военных действий более 51 миллиарда. В эту сумму входят снаряды для артиллерии на 9 миллиардов долларов, ракеты на 21 миллиард, амуниция на 6,5, топливо почти на 4 миллиарда, на еду и медикаменты потратили 950 миллионов долларов. Дополнительные расходы обошлись бюджету Российской Федерации почти в 10 миллиардов. Кроме того, Вооруженные силы Украины активно занялись уничтожением военной техники оккупантов. Так, армия Российской Федерации лишилась 315 боевых самолетов и 316 вертолетов, общая стоимость которых почти 11 миллиардов долларов. Артиллерии и РСЗО на 5 миллиардов долларов, танков на 6,5 миллиарда, бронетехники на 5 миллиардов, систем ПВО почти на 4 миллиарда и флота на миллиард долларов. Общая стоимость всей уничтоженной российской техники 34 миллиарда долларов. В первые месяцы войны Россия имела колоссальный потенциал военной техники на поле боя, и танков, и самолетов, и вертолетов, и ракет, и других видов вооружения. Но сегодня в связи с колоссальным дефицитом вот этих вооружений на поле боя, они не могут обеспечить армию всем необходимым. Еще одной большой статьей расходов государственного бюджета России являются зарплаты военным. На это правительство Российской Федерации за полтора года полномасштабной войны против Украины потратило 35 миллиардов долларов. Интересно, что из-за девальвации рубля в долларовом эквиваленте стоимость обеспечения одного солдата снизилась с 200 до 120 долларов в день. Носки, трусы, да, майки нужны, все это. Также с падением рубля уменьшились и компенсации военным. Если при курсе 60 рублей за доллар семье погибшего солдата выдавали около 110 тысяч, то сейчас в американской валюте сумма снизилась до 65. То же самое с компенсацией раненым. Она уменьшилась с 45 тысяч долларов до 27. Поставленную задачу выполнили на все 100 процентов, отдали долг. Всего же за время большой войны Россия выплатила более 25 миллиардов долларов семьям погибших солдат и офицеров в Украине, а 21 миллиард потратили на выплаты раненым. Ежедневно из государственной казны Российской Федерации на войну против Украины уходит 300 миллионов долларов. К примеру, это стоимость строительства 45 школ или же 3 миллиона минимальных пенсий. Эти средства можно было бы потратить на комфортную жизнь российского народа, но Путин и его команда выбирают расходовать средства налогоплательщиков на убийство украинцев. Это очень типичное для России состояние, когда планы Путина по тому, чтобы захватить мир, по тому, чтобы показать, какая Россия сильная. В этом контексте страдают обычные россияне, которые должны ходить в туалет на улицу, получать копейки ежемесячных выплат и не иметь доступа к базовым услугам и сервисам. Более того, в следующем году бюджет на войну России против Украины вырастет почти до 11 триллионов рублей. Впервые в истории страны расходы на армию превысят социальные выплаты. Россиянам уже давно пора открыть глаза и понять, что власть, которая вместо будущего своих граждан выбирает преступную войну против невинных людей, не имеет права сидеть в комфортных кабинетах Кремля.